Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алискиннер Тойз. Сегодня у нас обзор новых сюрпризов в пакетиках Legend of Animal Dino Animal Tetch от Сбабам. Динозавры это всегда круто. Ставь лайк и поехали. На обложках изображены злобные динозавры с шарообразными телами. Трицератопс-то вообще серьезный. Давайте быстрее откроем и посмотрим, что внутри. Буклетик, с него и начнем. И первым мне попадается как раз таки серьезный Трицератопс. Судя по всему зовут его Детрон. Смотрите как здорово. Сделали как будто фотографию Трицератопса в живой природе. Красивый. А все в этой коллекции 8 динозавров. Разделены они на две группировки. Набал. В ней Invictus. Дитрон. Микрон. И Титус. А также Валфион. Одиссеус. Брутус. Авазар. И Нитрос. Кстати, всего 4 вида динозавров. Их только цветами поменяли. Эти зелено-красные. Это сине-фиолетовые. Будут биться друг с другом. Яйцевидные динозавры. Как будто только вылупились из яйца. В комплекте каждому динозавру идет отвертка. Золотистая. Она нам похоже понадобится. У динозавров есть винты. Попробуем. Теперь можно лапу, наверное, как-то повернуть. Может, можно полностью динозавра разобрать. Возникает вопрос. Зачем? Я, похоже, понял. Можно разбирать динозавров и создавать новых. Голову другую приляпать или ноги. Верну-ка я все на место. А то без лапок динозавр выглядит каким-то грустненьким. Винты пластиковые. Крутите осторожно, чтобы резьбу не сорвать. Вроде бы все на месте. Мощные задние лапы. Они, кстати, выдвигаются на шарнирах. Передние. Их тоже можно выдвинуть. И не надо было ничего откручивать. А также зубастая пасть. Голова немножко покачивается. Пасть неподвижная. Глаза злобные. Три рога, как и полагается Трицератопсу. И шарообразное тело. Но это еще не все. И есть хвост выдвижной. Выглядит, конечно, как-то по-мультяжному. Но это ведь коллекция Тэч. Динозавры-роботы. На робота вполне себе похож. Есть надпись Legend of the Tron. Похоже, у каждого динозавра будет свое имя высечено. На яйце. Первого нашли. Двигаемся дальше. Следующий мне попадается Авазар. Из группы Волхион. Посмотрим, как он в природе выглядел. Неплохо такой. Опасный. С когтистыми лапами. Отверточки, похоже, у каждого динозавра одинаковые. Ух ты, посмотрите, какой яркий. Вот эта раскраска мне больше нравится. Так, достанем ему лапы. Ну и, конечно же, хвост. Хвосты, похоже, у всех одинаковые. Только пасти отличаются. Этот я широко раскрыл. Может полностью съесть Рицератомса. Как я и думал, имена написаны на спинках. Это удобно. Всегда будете знать, какой динозавр у вас. Эти динозавры, кстати, из враждующих групп. А еще, похоже, динозавр может трансформироваться в яйцо. Ну-ка попробуем. Лапки ему спрячем пока. Брюшко открывается. Получилось. Своеобразные динопокемоны. Я вызываю амазавра. Бух! И там динозавр. Инвиктос. Ну прям настоящий мир юрского периода. Этот, судя по глазкам, добренький динозавр. Ни с кем и драться-то не хочет. А пасть у него открывается. О, пасть открывается. Так, вполне возможно, у Рицератомса тоже она двигается. Точно. Просто жестко. Все динозавры могут широко открыть пасть. Чтобы всех покусать. Интересно, сможет ли динозавр устойчиво стоять на лапах. Давайте проверим. Да, они отлично стоят. Здорово. Надо тогда и Трицератомса поставить. Так они выглядят еще круче. Китус. Какой красавец. Особенно мне нравится его гребня. Китус золотистого цвета. С коричневым шариком. Его морда мне напомнила Аквамена. Там, по-моему, подобные монстрики были. Эта банда уже почти полностью собрана. Не хватает только одного динозавра. Поэтому соперник пока спрятался в яйцо. Чтобы не огрести. Одиссеус. Имена у динозавров, конечно, красивые. И более простые, чем в реальности. Синенький. С серебристыми лапами и мордой. Тоже не серебристыми, а металлическими. Вот это мне нравится. Робо-динозавру такие цвета точно подходят. Давайте этого вернем в нормальное положение. Друг к нему пришел. Еще чуть-чуть, и битва начнется. Нитрус. Нитрус. Жалко, что виды динозавров одни и те же. Булунастрицератопс. Оранжево-зеленый стал фиолетово-голубой. Я даже не знаю, какой мне больше нравится. Микрон. Забыл показать. У каждого динозавра есть свои характеристики. Stretch, attack, defense. Команда на бал полностью собрана. Осталось достать последнего динозавра. Это у нас брутус. Мне, кстати, синие расцветки больше нравятся. Чем вот эта разноцветная банда. Ну что, все в сборе. Устроим битву динозавров. Победила дружба. Вот таких динозавров-трансформеров с покемонными наклонностями вы можете найти в новой коллекции Dino Animal Tech от Сбабам. Игрушки сделаны качественно. Прикольно, что их можно разобрать и собрать новых робозавров. Отлично подойдут для игр. Мне коллекция понравилась. А вам? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пивчику. Сегодня без сладкого. Субтитры сделал DimaTorzok